Всем привет! Большое спасибо всем, кто посмотрел мой первый ролик. Сегодняшняя моя локация будет на автозаводской. Или на автозаводе как говорили мы в детстве, собираясь сюда поесть продававшихся тут пельменей, обалденно вкусных чебуреков и попить газировки. Прямо возле этого вестибюля метро стояла тетенька и торговала на разлив вкуснейшим крюшоном. Я любил на пятачок, с двойным сиропчиком чтоб было. Итак мы на автозаводе. Причем сегодня мы будем на самом автозаводе. Вернее на его территории. Теперь уже бывший. Сегодня. Когда у советского народа многое, включая страну, уже украдено, а деструктивные силы пытаются порыться в душах людей и украсть еще и оттуда что-либо. Например праздник новый год. Все чаще пытаются подменить его религиозными, национальными или еще какими-то празднованиями, или наоборот их отсутствием, втирая истории про то, как в других странах это просто обычный день. Но так было не всегда. Даже в тяжелые для СССР годы Великой Отечественной войны, правительство страны сделало подарок трудящимся. А метростроевцы правительству. И 1 января 1943 года в Москве состоялось открытие новой станции метро, находящейся в составе третьей очереди строительства метрополитена. Тогда, до 1956 года, эта станция называлась завод имени Сталина. Называлась она вполне логично по имени находившегося там завода имени Сталина. Потом она стала называться просто Станция Автозаводская, а завод получил имя государственного деятеля, организатора автомобильной промышленности СССР и директора этого завода, Ивана Алексеевича Лихачева и стал называться завод имени Лихачева, или сокращенно ЗИЛ. Я уверен, что, нет на постсоветском пространстве людей, кто бы не знал автомобилей с этим легендарным названием. Известные автомобили ЗИЛ своей неприхотливостью, надежностью и ремонтопригодностью были и за рубежом. Лично мне и многим советским людям особенно врезались в память такие распространенные модели, как брутальный воин ЗИЛ-157, его феноменально проходимый и выносливый последователь ЗИЛ-131, который воюет и по сей день. И конечно же модник в американском дизайне и с набором технических новшеств того времени, красавец ЗИЛ-130. Запомнились и другие модели такие как ЗИЛ-Бычок или ЗИЛ-4331 с кабиной как у немецкого Магируса. Отдельного внимания заслуживают выпускавшиеся на этом заводе правительственные лимузины. А продукция из разряда товаров народного потребления, именуемая как ширпотреб на этом московском заводе, были холодильники ЗИЛ. Это были лучшие в стране холодильники. Особенно был стильным холодильник старой модели с выпуклой дверцей и с ручкой похожей на автомобильную. Этот его дизайн востребован и сейчас. Завод ЗИЛ также был разработчиком и родителем не менее легендарного автомобиля КамАЗ и его дальнейшего производства в Республике Татарстан. Автомобили Урал имели тоже свое начало на заводе ЗИЛ. А самые известные и массовые в стране автобусы ЛИАС, изначально были автобусами ЗИС-127, затем ЗИЛ-158. А уж потом было организовано их производство в Ликино-Дулево. Где и по сей день производятся автобусы большого класса. А вначале был ЗИЛ. Завод который давал стране много нужного и нового от элементарного холодильника, велосипеда и грузовика, до целых новых производств автомобилей и автобусов. Не всякая преуспевающая западная компания во всем мире, смогла бы похвастаться такой эффективностью. И чем больше мне, автору этого контента, приседать на уши со всякими экономическими терминами и прочей болтовней про целесообразность и нужность этого завода, тем меньше я начинаю уважать такого собеседника и начинаю воспринимать его как своего врага и представителя тех самых деструктивных сил укравших мою страну и разрушивших ровный и прогнозируемый ход жизни ее граждан. Потому что я хорошо знаю, что завод ЗИЛ в свои лучшие времена это не только миллионы автомобилей, единиц спецтехники, автобусов и товаров народного потребления. А еще и рабочие места для 85 тысяч человек, строительство для простых рабочих хорошего жилья, в московских районах Царицыно, Орехово-Борисово-Южное. С реальной возможностью получить это жилье проработав на предприятии какое-то время. Еще это возможность приобрести рабочие специальности в профессионально-техническом училище этого завода, его техникуме. А также получить высшее образование в заводском вузе с дальнейшим трудоустройством на инженерные и руководящие должности завода. Здоровье работникам ЗИЛа можно было проверить и вылечить в поликлинике завода, а заняться его укреплением и улучшением в заводском пансионате. Также ЗИЛ имел детские садики и пионерский лагерь для детей работников предприятия. Еще завод ЗИЛ имел свой спортивный стадион торпеда со спортивными командами и свой дворец культуры со множеством секций, кружков и веселыми концертами и дискотеками, которые я лично, как местный там житель, посещал в юности и мне они очень даже нравились. Теперь завода, основанного еще в 1916 году не стало. Завод, переживший революцию, гражданскую, Вторую мировую войну, не смог пережить двухтысячные годы. На 1 января 2014 года численность сотрудников предприятия составила 2305 человек. Вдумайтесь, 85 тысяч обеспеченных социальным пакетом, возможностями карьерного роста и гарантированного будущего советских рабочих и инженеров, и 2300 выживающих в безденежье и унижениях от нового банкротящего руководства, не убежавших, а, решивших быть до конца со своим некогда великим предприятием стойких стареющих работяг, как их сейчас называют. Это ужасная ситуация. Ситуация, которую дано пережить не каждому человеку в любой стране мира. И имя такой ситуации – преступление против человека, общественного строя и государства. Сейчас завода больше нет. Он утрачен навсегда. На его месте умники из бюро «Меганом» при помощи нидерландского бюро, с таким или похожим названием, французской и немецкой какой-то шараги. Предположительно, в сговоре с Институтом генплана Москвы, вероятно, подчеркну это слово, неплохо приподняли распильно откатных деньжат на проектировании и детализации территории завода. Весной 2014 года петербургская группа Элесар приобрела права на застройку северной части территории ЗИЛа. Не пойму, чего этим петербургским группам не застраивается у себя в Петербурге и вокруг него. Приобретя права на застройку, застройщик настоял на сносе всех построек кроме фасадов корпусов 1920-30-х годов. Теперь там рядом есть станция метро Технопарк, это между станциями Автозаводская и Коломенское, жилье, категории арт-класс, явно не для тех, кто честно трудился и трудится создавая внутренний валовый продукт, как говорится, а для тех, кто обворовав свои региональные перди или вляпавшись во всяческие ипотечные рабства, приехал покорять Москву. Также там разместили какие-то по-видимому офисы и прочее говно, по-модному сейчас называемое общественные пространства, набережные и прочую откатную шнягу, задуманную в основном для в кавычках освоения государственных средств. А завод ЗИЛ, как автомобилестроительное предприятие, было полностью ликвидировано, и как сейчас водится оставлено только его юридическое лицо компании, которая занимается управлением недвижимым имуществом. Заострю внимание, и повторюсь не владением, а управлением недвижимым имуществом. Вот так не стало в стране, ведущего предприятия, производящего нужное людям, движимое имущество. Но появилась контора по недвижимому имуществу, реализующая это имущество в основном тем, кто продолжает также ушатывать другие оставшиеся предприятия в стране. Скажите, вам ведь всем знакомы методы управления предприятием, когда зарплата серо-белая? Когда оклад это копейки, а основной заработок это типа премия, которую недовольным можно и не заплатить? Когда помещение предприятия в аренде, а персонал на аутсерсе, но директора на месте и на усиленной зарплате? В итоге такого хазрасчета от предприятия лишь название и остается. Я уверен, именно так у нас и украли страну, работу, зарплату, будущее. Увы. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, на нем вас будут ждать рассказы о Москве и не только, с моей точкой зрения человека, которому дорого его прошлое.